Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сегодня о девятой главе Евангелия от Марка. Здесь евангелист помещает рассказы о событиях, происходивших в конце лета, может быть, в начале осени 29-го года, то есть примерно за полгода до смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Это уже обычно называют путем на страсти, довольно продолжительное, с одной стороны, время, о котором известно не так и много, потому что в это время Господь был вынужден почти конспиративно действовать в Иудее, ушел потом на некоторое время за Иордан, в первую очередь потому, что его деятельность все время сталкивалась с противодействием со стороны фарисеев. Итак, вот в девятой главе, девятая глава, собственно, начинается с рассказа о преображении. Это, с одной стороны, очень известное, а с другой стороны, довольно трудное для понимания событие, потому что все евангелисты используют в сущности один и тот же устный рассказ, дошедший до них, ну, который слегка отличается в тех или иных деталях. У Марка он представлен в версии, пожалуй, наиболее краткой. И суть здесь, собственно, заключается в том, что в один из дней Господь вечером берет с собой на молитву, как это часто было, как это часто свидетельствует евангелист, он уходил на вершины гор молиться ночью. И вот в этот раз он взял с собой Петра, Якова и Анна, пожалуй, наиболее близких учеников своих. И когда Господь молится на вершине этой горы, это была гора Фавор, ученики увидели некоторое изумившее их, поразившее их явление. Они увидели, как Господь действительно в буквальном смысле светится, и одежды его сделались белыми, как снег. Марк пишет такую очень характерную для очевидца деталь, как на земле белильщик не может выбелить. Это одно из свидетельств в пользу предположения о том, что он действительно в данном случае записывает рассказ апостола Петра. Да, и кроме того, как пишет евангелист, ученики увидели Моисея и Илью, беседующих с Господом Иисусом. Это было время, когда приближался праздник Кущей, вспоминалось в это время путешествие многолетнее народа Божьего по пустыне после заключения завета, когда Бог пребывал посреди своего народа в шатре, в скине собрания. И радость об этом завете заключенному, о том, что Бог пребывает, была такой сутью праздника. Именно поэтому Петр, в связи с тем, что праздник вот-вот наступит, до него осталось несколько дней, по-видимому, в связи с этим Петр, увидев это удивительное окружение вокруг Иисуса, Моисея и Илью, он говорит, сделаем здесь три кущи, три палатки поставим для тебя, для Моисея и Ильи, потому что одним из обычаев празднования праздника Кущей была как раз вот такая вот установка палаток. И в течение некоторого времени, чаще всего в течение недели, люди на этот праздник жили, праздновали, молились вот в таких палатках или шатрах. Стало быть, для Петра все это воспринимается как знак присутствия Бога, знак того, что происходящее имеет отношение к священной истории избавления народа Божьего. Теперь дальше важно еще, конечно, увидеть, что рядом с Иисусом, беседующими с Ним, ученики видят именно Илью и Моисея, тех людей, которые, в общем, были, если хотите, краеугольными камнями всей ветхозаветной традиции. На самом деле даже в данном случае не так важно, насколько реальный вклад реальных исторических людей в формирование традиции имел место. Важно, что в общей парадигме религиозной того времени для всех в народе Божьем Моисей — это тот, через кого Бог даровал закон, это тот, через кого Бог даровал завет, и тот, через кого Бог вывел свой народ, избавив его от неминуемой гибели. Или это человек, который в любых самых трагичных обстоятельствах сохраняет Богу верность. Это, пожалуй, самое главное, то, что он сберег веру и доверие Богу тогда, когда практически все окружавшие его люди отступились от этой веры. Значит, символ слышания Бога, так относятся эти люди к Моисею, и символ послушания верности Богу, чем для них стал пророк Илья. И в этом рассказе также в несколько разных формах все евангелисты, Марк в том числе, говорят о том, что ученики, увидев это сияющее облако славы Божьей, которые всегда для них воспринимаются прямо-таки интуитивно, как знак божественного присутствия, то есть славы, которые осеняла Скинию в Синайской пустыне, то есть славы, которые осеняла Иерусалимский храм, когда он освящается, славы, которые покидала храм во время плена и возвращалась в него. Для них, повторяю, это видимый знак незримого присутствия Божьего, и они слышат некоторый голос. По-видимому, достаточно сложно сейчас для нас угадать, к кому обращено то обращение, которое они услышали. Слегка по-разному об этом рассказывается в тех или иных традициях, но все-таки суть достаточно очевидна, одинаковая у всех. Это глаз с неба, который, обращаясь, по-видимому, к ученикам, говорит, вот это мой возлюбленный сын, слушайте его. И, собственно говоря, что тут особенно комментировать? Все понятно. Для учеников в этот момент открывается не столько даже то, что Иисус – это человек, пришедший от Бога, что Иисус – это тот, в ком каким-то непостижимым образом воля, силы и слава Божья действуют, но они получают удивительное подтверждение этого с неба, подтверждение, которое обращено к ним самим. Бог обращается к ним для того, чтобы они действительно смогли принять Иисуса, последовать за ним и сохранить ему верность, как сохраняет верность Богу пророк Илия. И, конечно, исключительно важны слова «его слушайте», потому что часто ведь Господь Иисус говорит вещи не вполне понятные и совсем непривычные для учеников, для тех людей, которые собираются его послушать, и для того, чтобы они смогли над этой своей неуверенностью приподняться, для того, чтобы они смогли действительно послушаться того, что говорит Иисус, для них очень важно получить личное, если хотите, подтверждение от Бога, опыт, который они получают в прямом диалоге с Богом. Собственно говоря, еще тоже, мне кажется, важным увидеть, что, как иногда евангелисты говорят в разных тоже слегка выражениях, теперь они сами видят, они сами видят, что Бог действительно именно Иисуса привел в их жизнь для того, чтобы дать им спасение. И дальше, когда они возвращаются с этой горы, Господь говорит им, не говорите, не рассказывайте об этом никому, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Эта идея настолько не укладывается в их головах, потому что, по их представлениям, Мессия должен победить, но не должен погибнуть, как-то по-другому все должно происходить. Поэтому о чем он говорит, что значит воскреснуть из мертвых, настолько непостижимым оказывается для людей замысел Божий. На самом деле это важно, потому что для нас сегодня тоже кажется, что воскресение – это такое фундаментальное, необъяснимое, основополагающее чудо, но в каком-то смысле намного более непостижимым для нас должен был бы быть тот факт, что Сын Божий умер из-за нас. В каком-то смысле то, что Он воскрес, почти естественно, на то Он и источник жизни. Как Он сам говорит, Отец дал Ему иметь жизнь в самом себе. Но вот мирилом любви Божьей к людям является то, что Сын Божий соглашается умереть на кресте. И эта тема так или иначе присутствует во всей второй половине Евангелия от Марка. После того, как ученики вместе с Иисусом сходят с горы, оказывается, что в это время оставшиеся ученики тоже оказались в центре событий, когда с ними пытаются о чем-то спорить фарисеи. Фарисеи довольно часто побаивались задавать вопросы Иисусу, потому что знали, что можно получить такой ответ, что потом со стыда сгоришь, что ты пытался подловить его на чем-то. Ну вот они пытаются подловить учеников. И, по-видимому, именно на том, что говорят ему, вот этим ученикам, вот есть человек, у него там сын одержим злым духом, а вы не можете с этим ничего поделать. И дальше Евангелист рассказывает о том, что этот человек приводит немедленно своего сына к Иисусу, который вот как раз пришел после молитвы с горы. И здесь происходит чудо исцеления, когда Иисус исцеляет этого отрока, исцеляет, изгоняет злого духа. Ну вот, но очень важно для читателя увидеть в самом центре рассказа об этом диалог между отцом этого самого одержимого отрока и Иисусом, потому что этот человек говорит ему, «Пожалей нас, если ты что-то можешь сделать, пожалей нас». Само по себе это чрезвычайно важное обращение, потому что он говорит не о том, что нам нужно исцеление, мы нуждаемся, мы там не справляемся с какой-то проблемой, или даже вот мы принадлежим к твоему народу, поэтому нам по каким-то причинам нужно, чтобы ты это сделал. Он взывает к состраданию, к милости Божьей, «Пожалей, сжалься над нами и помоги нам». Это очень важная вещь, потому что тем самым этот отец отрока исповедует свою веру в Бога, который способен пожалеть, в Бога, который говорит, «Повернулось во мне сердце мое, от жалости к тебе народ мой». Разные люди, в том числе, надо сказать, и христианские мыслители, довольно нередко пытаются представить себе Бога в таком образе божественной апатии, которому все равно, который не испытывает никаких чувств и не может страдать. Но вот на самом деле для Евангелия все совсем не так. И вот это действительно важная вещь. Иисус открывает нам Бога, который способен сжалиться и сострадать. Вот вы видите, это для читателя чрезвычайно важно, к какому именно Богу прибегает этот отец несчастного парня. И вот Господь говорит ему, «Да, но для этого нужна твоя вера. Если ты хоть немножко можешь доверять, тогда это становится возможным». И, пожалуй, самые знаменитые слова из всего этого отрывка, если вовсе не из всей девятой главы, говорит отец мальчика, обращаясь к Иисусу, «Верую Господи, помоги моему неверию». Никто в здравом уме и трезвой памяти не дерзнет, я думаю, сказать о том, что «Да, вот есть вера, ее достаточно». Иногда какой-то порыв действительно дает людям такую возможность, но это бывает достаточно редко. И, знаете, Господь скорее отвечает именно на этот порыв. Если же посмотреть на себя в зеркало по-честному, то, конечно, неверие – это то, что является постоянной реальностью нашей жизни перед Богом. И вот этот человек очень точно и глубоко, и мудро, я бы сказал, формулирует вот эту драму, говоря, ну да, вот как-то я тебе верю, но во мне есть и неверие, которое только ты можешь исцелить. Понимаете? Потому что вера ведь – это гораздо больше дар Божий, чем наша собственная заслуга. И в конечном итоге эта история о том, как человек, недоверующий, наверняка далеко не образец, в этом смысле прибегает к Божьей помощи и действительно получает ее. Дальше во второй половине главы евангелист говорит о том, что и снова они пошли дальше из этого места, и снова Господь говорит ученикам о том, что он будет предан в руки человеков-грешников, убьют его и по убиении в третий день воскреснет. Ученики боятся спросить его, что это значит и как это может быть, и в страхе, тем не менее, следуют за ним. Вот в контексте того, как устроен весь рассказ Евангелия, это еще одно очень важное указание на то, что Господь понимает, куда, зачем и на что он идет. Это не просто так сложилось исторически какое-то драматическое стечение обстоятельств. Иисус знает, что будет, и идет на это вполне осознанно и добровольно. Понимаете, это для христиан всегда было очень важным аспектом страстей Господних. И дальше, направляясь уже из Галилеи в Иерусалим, Господь обращается к своим ученикам, говорит очень серьезную вещь во второй половине девятой главы, потому что там по дороге ученики начинают между собой спорить, кто из них самый-самый, больше, главнее и так далее. Это было связано отчасти с их представлением о том, что вот должно наступить царство Христа, и они займут какие-то в этом царстве места достаточно возвышенные. И вот Господь говорит им, ну хорошо, если вы хотите быть первыми, пусть тогда тот, кто хочет быть первым, будет всем слугой, будет из всех последним. И дальше он говорит о том, что об этом же на самом деле несколько раз, о том, что вы знаете, что князья народов господствуют над ними, между вами, да не будет так. Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугой. Да, конечно, в людях есть это инстинктивное желание, иногда и осознанное, впрочем, какое-то, какого-то старшинства, быть первыми и даже первыми перед Богом. И вот Господь говорит о том, что к этому есть простой путь, к этому есть простой путь, будь последним, откажись от этого желания главенства, желания быть впереди планеты всей. Это трагические слова, потому что бесконечно трудно применить это к себе. И когда, знаете, люди умеют это сделать, это кажется каким-то невероятным вообще подвигом в вере. Хотя на самом деле, мне кажется, должно было бы быть естественным и очевидным для нашей жизни. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. И важно очень следить в этом смысле за собой на уровне хотя бы очень практических вещей, хотя бы того, как мы себя ведем. В заключение, в конце этой главы Марк помещает еще одну связанную с предыдущей беседу, потому что ученики говорят Иисусу, вот там есть человек, который вроде с нами не ходит, твоим именем совершает чудеса, а мы хотели сказать ему, чтобы он так не делал, чтобы он, значит, не позволял себе от твоего имени действовать, потому что он, ну, как бы теперь мы сказали, не авторизованный. И вот Господь говорит еще одни чрезвычайно тоже важные слова. Кто не против вас, тот за вас. Мы очень часто думаем, что к нам имеют отношения слова Христа, кто не собирается со мной, тот расточает. Но на самом деле все совсем не так. Иисус ученикам, то есть всем христианам говорит, если кто-то не выступает против вас, он ваш союзник. Даже если он думает по-другому и действует по-другому, и не разделяет каких-то ваших позиций, тем не менее, если он не против вас, значит, за. Он ваш друг, он ваш брат. Вот так отнестись к людям, которые от нас отличаются, которые думают по-другому, это очень серьезная духовная задача, гораздо более серьезная и важная, чем многие другие. И в заключение этой беседы Господь говорит ученикам о том, что вот эта потребность в старшинстве, потребность все определять и контролировать, и представление о себе как о вообще центре мира, о себе как о тех, кто контролирует взаимоотношения мира и Бога, это сатанинское искушение. И он говорит, лучше лишиться того, что кажется для вас жизненно важным, лишь бы от этого искушения избавиться. Субтитры создавал DimaTorzok